К другим темам дня. Американский президент пошел в народ. Дональд Трамп пытается популяризировать новую реформу системы здравоохранения США. Для этого Белый дом начал рассылать электронные письма гражданам с просьбой изложить свои претензии, связанные с уже существующей системой медстрахования Обамакер. Президент Трамп просит помощи зала. Столкнувшись с жесткой критикой республиканской версии реформы здравоохранения, хозяин Белого дома решил обратиться к народу с помощью массовой рассылки электронных писем. Обамакер – полный провал с самого начала, и ситуация только ухудшается. Сегодня президент Трамп провел личную встречу с американцами, чтобы напрямую обсудить с ними трудности, с которыми граждане США столкнулись из-за Обамакер. Президент Трамп хочет услышать от вас, трудолюбивых американцев, как реформа здравоохранения Обамы повлияла на вас. Поделитесь историями ваших бед. По ссылке в письме электронная анкета, в которой американцам предлагается описать свой опыт, связанный с действующей в США системой медицинского страхования. Перед тем, как ответить на вопросы Белого дома, красноречивые истории пострадавших от Обамакер, с которыми президент провел, как было сказано, личные встречи. Насколько реальные истории, упоминаемых Трампом людей, неизвестно. В ходе встречи одна женщина сообщила, что с тех пор, как Обамакер стал законом, действие ее страховки было отменено трижды. У другого гостя стоимость страхового плана его семьи подскочила с 17 тысяч долларов до катастрофических 52 тысяч долларов в год. А еще одна женщина заявила, что за страховой полис каждый месяц она платит больше, чем за ипотеку. Для многих жителей США медстраховки за последние годы действительно подорожали. Однако дорожали они и до этого, причем при президенте Буша-младшем, то есть до Обамакер, полисы дорожали большими темпами. Впрочем, тогда американцев покупать страховку не обязывали. Не будут обязывать и при Трампе. Белый дом в своем письме, однако, не упоминает тот факт, что благодаря Обамакер доступ к здравоохранению впервые получили около 20 миллионов человек. А Трампкер, как новую предлагаемую реформу уже окрестили в прессе, согласно оценке независимого бюджетного управления Конгресса, к следующему году оставят без страховок 14 миллионов американцев. К 2026 году медицинской страховке лишатся 24 миллиона американцев. Белый дом отчет управления отвергает. Президент по-своему оперирует цифрами и данными и горд предложенным Биллем. В последний раз, когда бюджетное управление Конгресса пыталось предсказать число людей, которые получат медстраховку, оно ошиблось более чем на 50 процентов. По их данным, страховку Обамакер до 2016 года должны были получить более 24 миллионов человек. А в реальности это оказались 10 миллионов 400 тысяч. И это число сокращается. Законопроект теперь ждет череда испытаний в обеих палатах Конгресса, где даже часть законодателей-республиканцев уже открыто критикуют проект реформы.